Я не думала, что это видео мне даст так тяжело. Всем привет, меня зовут Люба, и я рада приветствовать вас на моем канале. И это видео будет о панических атаках. Видео, которое многие просили снять, и я сама на самом деле очень давно хотела поговорить об этом, потому что тема такая же выкрепящая. Я болею этим уже больше шести лет. И тема, конечно, такая очень деликатная. Очень сложно давать здесь какие-то советы, потому что в этом вопросе все очень индивидуально. И то, что помогло мне, может навредить вам. И я надеюсь, что вы понимаете это, поэтому в этом видео я расскажу свою историю. Расскажу о том, как это началось, что со мной было, как я ощущаю себя сейчас. Дам несколько советов и расскажу о тех ошибках, которые я допускала, и которые, скорее всего, допускаете и вы. Моя история началась, когда мне было, наверное, лет 16 или 17. Я очень смутно, к сожалению, помню вот тот период. В моем случае это была бомба замедленного действия. Моя первая паническая атака меня совершенно не напугала. Ну, как не напугала? В момент ее совершения, конечно, она меня напугала, но я не зациклилась тогда на этом. Она произошла совершенно внезапно. Я помню, что у меня была очередная моя бессонница, и я тогда курила уже. Мне было, наверное, лет 17, мне было 16-17 лет, я не помню. Было 3 часа ночи, я сидела на полу и курила. Я уже, в принципе, собиралась идти спать, я думала о чем-то своем, слушала какую-то музыку. И я так встала с этого пола и стою, и думаю, что это за звук. Думаю, блин, 3 часа ночи, а кто-то ремонт делает, стучит молотком. В какой-то момент я понимаю, что это не кто-то стучит молотком, это так сильно стучит мое сердце. И все. И меня накрыло, и меня это напугало, меня начало колотить, я начала задыхаться. Я просто в какой-то истерике, в отчаянии побежала к своей маме, разбудила ее. Она, конечно, испугалась тоже за меня, естественно, но она пошла, дала мне там какой-то корвалол, сказала, ну, такое бывает, успокойся, ложись спать. Я говорю, окей. Утром папа мне сказал, о, это гетососудистая дистония, у меня это было в молодости, это у тебя пройдет, это все фигня. На что я сказала, класс, и забыла. Моя следующая паническая атака случилась в метро. Я гуляла со своим одноклассником, с другом. Я помню, что периодически у меня начинала кружиться голова, то есть мне это было несвойственно, и я каждый раз останавливаюсь, думаю, блин, что за фигня. И какое-то у меня было такое напряжение прям. И я спустилась в метро, села в поезд, и меня долбануло, что называется. Это было очень страшно, это было намного страшнее, чем тогда дома, потому что там я тут же пошла к маме, мама дала мне там, ну, корвалол какой-то, да, и все, я была в защищенной какой-то обстановке. А тут вот это вот самый главный страх любого невротика с паническими атаками, это когда ты под землей, вокруг тебя незнакомые люди, у тебя не ловят телефон, ты не можешь никуда выйти. Все, вот эти обстоятельства, они всегда давят больше всего, что ты не можешь сейчас получить никакой помощи. И я просто покрылась испариной, я начала задыхаться, мне было плохо, на меня смотрели люди как на сумасшедшую. И я позвонила маме там кое-как с какой-то станции, там трясущимся голосом, как-то ей это объяснила, она сказала, что встретит меня. Она встретила меня у метро, и опять же она сказала, ничего не переживай, это бывает, это пройдет, это просто вот у тебя такое возрастное. Ну что я опять сказала, ладно. После этого они начали происходить все чаще, в основном в метро, потому что, наверное, да, вот та паническая атака в метро меня потрясла больше всего. Я даже не знала на тот момент, как это называется, я не знала, что это называется панические атаки. Это со мной происходило, меня это очень убивало, мне все страшнее было спускаться в метро. И у меня еще был такой тяжелый год тогда, это был 11 класс в школе, и параллельно я еще училась в своем музыкальном училище, и, соответственно, у меня было ЕГЭ, и при этом еще сессия. Да, это было очень сложно. Наверное, это сыграло тоже свою роль в этом все. Панические атаки с вами начали происходить все чаще, 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 чаще. Родители особо никак на это не реагировали, они продолжали мне говорить, что это пройдет, что это все возрастное, что это фигня. Я особо не могла ни с кем этим поделиться, меня это очень пугало. Каждый раз, когда я спускалась в метро, это был просто для меня кошмар. Я начала читать в интернете, что это, вышло уже на все эти статьи про панические атаки, про неврозы, про какие-то расстройства психические, поняла, что да, вот это оно. После этого, конечно, меня зацикли очень больше. Потихонечку, полигонечку у меня начинал развиваться очень сильный невроз, невроз навязчивых состояний, плюс адская просто ипохондрия. И дошло до того, что в метро я больше ездить не могла. На тот момент я уже закончила школу. И однажды на меня обрушилось внезапное такое состояние, как дереализация. Я думаю, что те, кто этим страдает, знают, что это такое. Это такое чувство отстраненности, как будто ты все видишь со стороны, такое головокружение, все вот как за стеклом. Мой мир, он резко вот так вот сузился, все вокруг стало, как в аквариуме, и все. И со мной это до сих пор, уже 6 лет. И моя первая главная ошибка была в том, что я перестала ездить на метро. Вообще. Потому что я поняла, что я больше не могу, и это неправильно. Но мне было очень страшно. Я категорически отказывалась ездить на метро. Но это путь в никуда, потому что вы перестаете ездить на метро, и у вас начинаются панические атаки в автобусе. То есть я бросила учебу, я перестала ходить, я ушла в академический отпуск, и я в нем до сих пор. Мне было все время плохо, меня все время тошнило, у меня все время кружилась голова, у меня была слабость, у меня была апатия, мне ничего не хотелось. Я все время ждала какой-то поддержки, какой-то помощи от близких, но, к сожалению, я думаю, что многие опять же с этим сталкивались. Люди, которые страдают этими заболеваниями, они, как правило, не получают той поддержки, которая им нужна, потому что люди здоровые, не понимают этого. Они думают, что вы прикалываетесь, они думают, что это какая-то ерунда. Они просто не могут этого понять, и со мной было точно так же. Я чувствовала себя ужасно одинокой, все друзья от меня отвернулись, потому что кому нужен такой друг, да, который все время хватается за сердце, за кроволол? Ситуация была просто критическая, потому что я дошла до того, что я не выходила из дома уже, я вот тогда бросила курить, я не могла есть, потому что у меня постоянно сводило горло, мне казалось, что я сейчас подавлюсь, что я умру. Я не спала ночами, потому что все время, когда я начинала засыпать, у меня резко начинало колотиться сердце, мне казалось, что оно останавливается. Я похудела тогда до 39 килограмм, это было просто ужасно. Я была бледная, я была болезненная, я ни с кем не общалась, я чувствовала себя ужасно, я сидела просто дома одна и рисовала целыми днями, и все. Это все, что меня хоть как-то спасало. Тогда я поняла, что, наверное, мне нужно пойти к врачу. Сначала у меня была череда похода по всяким районным поликлиникам, я ходила к невропатологу, они говорили мне просто какую-то ерунду. Тебе нужно наладить режим питания, сна, спорта, вот это все, это все полная хрень, потому что проблема не в этом. Все врачи ставили мне вегетососудистую дистонию, говорили, это пройдет, иди. А между тем, мне было плохо, я страдала, мне было ужасно. Я никак не могу забыть Новый год, это был 2013, наверное, год. Мы празднули Новый год в компании друзей на даче, и мое состояние было тогда, наверное, самым ужасным, самым критичным. Я не могла пить алкоголь, я не могла курить, я не могла смеяться, все было застекло, мне казалось, что просто вот я сплю. Мне давило на голову яркий свет, громкие звуки, меня все бесило, я так страдала. Я очень хотела избавиться от этого состояния, я хотела, чтобы эта дереализация ушла, я хотела, чтобы прошли все вот эти вот вегетативные проявления, я хотела, чтобы меня отпустило, я старалась не обращать на это внимания, но нет, на это невозможно было не обращать внимания. В тот Новый год я рыдала, и под бой курантов загадывала единственное желание, я хотела быть здоровой. Потом в моей жизни случился платный невропатолог, психотерапевт, я уже не помню, кто это точно был, это был врач, которому я пришла, все это рассказала, она опять же толком ничего мне не сказала, никак мне словом не помогла, что называется, и выписала мне вот такой список таблеток. Это были транквилизаторы, антидепрессанты, и куча, куча, куча всего. Она уже поставила мне невроз, депрессивное расстройство. Блин, мне очень тяжело говорить вообще про все это, ладно, я не думала, что это видео мне даст так тяжело. Она сказала, что мне обязательно нужно их пить, что мне это поможет, там были уколы также. Нужно было три раза в день съедать по пять каких-то таблеток, колоть уколы и еще запивать сиропом. И я сначала согласилась на все это, мы купили кучу этих таблеток просто на какую-то адскую сумму, и я начала их пить. Я категорически отказалась от уколов на тот момент, я помню, потому что я очень боюсь уколов, просто до безумия. Для меня это было просто невозможно, я пила только таблетки, и это было отвратительно. Мне стало еще хуже. Только я выпивала эти таблетки, меня искусственно очень сильно расслабляло, и я просто переставала чувствовать эмоции вообще какие-либо. Мне ничего не хотелось, у меня было такое чувство слабости, при этом спать не хочется. Чувство тотальной апатии. Я просто выходила из дома, заходила в торговый центр рядом с домом, и сидела там два часа на какой-то лавочке возле фонтанчика, и вот так вот смотрела в стену. Потом просто я как пробуждалась от сна, таблетки начинали, видимо, отпускать, и я думаю, господи, какого хера я здесь и живу. Потом начинала очень сильно болеть голова, и ты выпиваешь таблетку, и опять все по-новой. Очень быстро я поняла, что я пить эти таблетки не хочу и не буду. Я была подписана на все группы ВКонтакте, неврастейников, там какие-то форумы, ВСДшники, все там общалась, куча людей тогда. Я перестала их пить, и тогда произошел очень такой неприятный момент в моей жизни, потому что мои родители меня обвинили в том, что я притворяюсь. Раз я отказалась пить таблетки, значит, я не болею, я все это придумала, чтобы не работать и не учиться. И это был удар. Это была финальная такая точка, когда я поняла, что поддержки нет никакой. На тот момент у меня еще был другой молодой человек, который тоже раздражался на меня. Я могу понять их всех, на самом деле, я представляю, как я всех достала, но, возможно, если бы чуть больше дали мне внимание, чуть больше меня пожалели, чуть больше как-то вот, может быть, я как-то бы проще это пережила. Со всех сторон я видела раздражение. Родители тогда еще уехали на дачу жить за город, я осталась одна. Я, как уже сказала, нигде не училась, не работала, вообще не выходила из дома. Это была зима, и в какой-то момент я на себя разозлилась. Прямо вот по-настоящему разозлилась, я села, сказала себе, какого хрена тебе 18 лет? Все твои друзья живут полной жизнью, они гуляют, они встречаются, там, влюбляются, ходят на какие-то классные тусовки, они работают, они учат, у них кипит жизнь, а ты, ты сидишь здесь в таком состоянии, как какая-то старая бабка, пьешь этот корвалол. У меня вообще, у меня бутылек корвалола был в кармане пальто, всегда. Валидол, корвалол, вот это все, потому что я подходила на 200 метров от дома, и у меня начинались панические атаки. Я всегда была человеком очень энергичным, позитивным, легким на подъем, я ничего не боялась, у меня не было вообще никаких страхов. Я была просто такая сорвиголова, везде лезла, всеми командовала, всеми управляла, и во мне энергии было просто пипец сколько. И, конечно, вот это все меня очень сожрало. Я поняла, что мне никто не поможет, кроме меня самой. И тут начался этап преодоления самой себя. Во-первых, я сказала себе, что я должна смириться со всем, что со мной происходит, и принять это. Включая вот эту дереализацию, я должна просто привыкнуть к тому, что она со мной. Она до сих пор со мной, как я уже сказала, просто она мне уже не кажется какой-то ненормальной. Для меня теперь это нормальное состояние. Может быть, когда-нибудь меня отпустят? Когда меня отпустят? Я рассталась тогда вот с этим вот молодым человеком, мы встречались три с половиной года, это было, конечно, стрёмно, все тогда охренели вокруг. Но мне нужны были перемены, мне нужно было вот прям вот всё перевернуть нахрен с ног до головы. Я рассталась с этим молодым человеком, я устроилась на какую-то работу, я полностью сменила круг общения, я перекрасила волосы в чёрный цвет, я прям попыталась сделать из себя другого человека. Поначалу это было просто невозможно. Я задавалась каждый день, плакала, рыдала, но опять шла на эту работу. Мне было там постоянно плохо, я всё время там, значит, втихаря пила кроволого в туалете, я плакала, я всё время звонила маме, мне было очень-очень-очень плохо. А потом как-то вдруг внезапно стало легче, потому что всё равно это жизнь, это режим, это общение с другими людьми, это какое-то вовлечение, да, ты видишь, как живут другие люди и как-то тебя отпускают. А потом я ещё влюбилась, и тут вообще забылось всё. У меня всё равно остались все эти вегетативные какие-то приколы. Моя главная проблема в том, что я адский ипохондрик, да, я тот человек, который каждую секунду своей жизни контролирует все процессы в своём теле. И как только где-то чё-то у меня кольнёт, вылезет, защипит, всё, это сразу истерика, меня сразу начинает колотить, трясти, я всё время вот так вот мерю пульс. И да, всё это всё равно так или иначе осталось со мной, но в меньшей степени. Плюс я себе сказала, Люба, с тобой эти панические атаки уже были просто 3 миллиона тысяч раз, и ты не умерла, и ты не умрёшь никогда, никто не умирает от панической атаки. Это сложно, но это нужно прям вот понять, прочувствовать, в какой-то степени, наверное, внушить себе, сказать себе, что я от этого не умру. Да, мне будет плохо, меня потрясёт, но это всегда проходит. И когда я это вот осознала на таком глубоком уровне, мои панические атаки, если они случались, они стали короче в 5 раз, и это уже не было так. Вот эту всю компанию по переосмыслению я начала, когда мне было 19 лет, сейчас мне 22, и за это время прям таких сильных панических атак у меня было штук 5. Всё остальное, это какая-то мелкая ерунда, когда, да, я чувствую, что подкатывает, начинается, у меня начинает колотиться сердце, я начинаю быстрее дышать, и я прям внутренне говорю, так, успокойся, это неправда. Это неправда. Это всё проделки твоего мозга. И я успокаиваюсь. Иногда не получается. Я вынуждена признать, что это не прошло до конца. И, к сожалению, каждый раз, когда мне кажется, что всё, я абсолютно здоровый человек, опять у меня начинает кружиться голова, меня начинает тошнить, что-то ещё. На днях у меня была очень сильная паническая атака, такая прям вот из детства, что называется, я бегала по подъезду и стучала в двери соседям. Но я научилась этим жить, и более-менее я научилась с этим бороться. И вот такие вот случаи, это такая неконтролируемая паническая атака, они очень редки. Теперь давайте немножко перейдём к теоретической части. Что вообще такое паническая атака? Паническая атака с медицинской стороны, это резкий выброс адреналина в кровь. Именно из-за этого вас начинает колотить, у вас повышается сердцебиение, вас трясёт, колбасит. Почему это происходит, вам сможет ответить, наверное, только хороший специалист, потому что у всех причины разные. У кого-то это может быть на фоне приёма наркотиков, очень часто такое бывает. У кого-то это какие-то проблемы психологического характера, у кого-то это просто переутомление, у кого-то это связано именно с проблемами со здоровьем. И первый совет, который бы я вам дала, всё-таки для успокоения самого себя, сходите к врачу и проверьте щитовидку и почки. Сдайте кровь, сдайте все анализы, просто для успокоения, потому что, к сожалению, бывает такое, что причина панических атак это почки, щитовидка или что-то ещё. И когда вы убедитесь в том, что с вами всё в порядке, скорее всего, вы поймёте, что ага, окей, я здоровый человек, это просто моя тупая голова, решила меня уничтожить. Нет, тупая голова, ты меня не уничтожишь. Дальше, конечно же, нужно разобраться, почему у вас это происходит. Моё отношение к медикаментозному лечению в этом плане крайне отрицательное, хотя, опять же, ситуации бывают разные, но я считаю, что это крайний случай. Я считаю, что пить антидепрессанты, транквилизаторы и прочую лабуду нужно только в том случае, если другого выхода нет. Также очень важно понять, что нужно лечить не панические атаки, потому что паническая атака это следствие чего-то. Это следствие неврозы, это следствие пережитого сильного стресса, это следствие каких-то детских травм. Поэтому обязательно нужно найти хорошего психолога, который с вами будет разговаривать, который будет пытаться найти вот эту проблему внутри вас, из-за которой происходят панические атаки. Потому что можно вылечить панические атаки, но по факту у вас ничего не пройдёт. Это вот мой случай. У меня практически нет панических атак, но сильно легче мне не стало. Ни в коем случае нельзя, как я тогда сделала, закрыться дома, завернуться в плед и сидеть страдать. Это просто вообще всё, это крах, это можно сразу в гроб лечь. Обязательно прям через силу, через боль, через слёзы, через ненависть, через злость идите на работу, идите на учёбу, идите в шумные места. Да, самый важный такой совет, наверное, вы должны жить так, чтобы у вас не было времени подумать о том, что у вас что-то болит и что у вас там что-то кружится. Если вы будете очень заняты, если у вас будет яркая, насыщенная творческая жизнь с работой, с какими-то поездками, с друзьями, то у вас всё будет окей. Если вы сядете дома и будете себя жалеть, то ничего не пройдёт. Вот, немножечко такое сумбурное видео получилось, я думаю, что я ещё сниму потом вторую часть, потому что многого я не рассказала, но уже наболтала много. При всём этом. Не забудьте подписаться на мой канал и поставить лайк этому видео, если хочешь и не люблю. И до встречи! Субтитры сделал DimaTorzok